Здравствуйте, посмотри, какая женщина. Видал? Ножка оканчивается каблучком, естественно, словно так и родилась на свет. Ты никогда не стоял на каблуках, Вась? Я по молодости минуту стоял, потом неделю лежал. Это же приём каратэ. Стопу выворачивай. Они, смотри, на каблуках бегают, они на них по лестнице вверх к ребёнку больному. Они на каблуках вниз, на части, на ковёр. На каблуках ждут, на каблуках надеются, плачут на каблуках, целуются, живут на каблуках, Вася. А всё ради чего? За что страдают? Чтобы ножка казалась длиннее, а спинка короче. Ей так кажется, Вася, честное слово, смотри, все стройные. Мы думаем о том, как бы дойти, а не о том, как пройти. Вася, кто-нибудь смотрел на твои ноги? А ты сам на них смотрел? Ну, правильно, твои ноги никого не волнуют. А её ноги волнуют всех, видишь, озираются. Она ножки лёгкие переставляет и глазом даже не ведёт, потому что спинным мозгом чувствует, сзади всё в порядке. Мужики шею вывернули и окосили. А ей больше ничего не нужно, Вася, а нам нужно. Вот тут наша слабость и её сила. А сколько ещё на ней непростого на кнопочках, ручёчках, шнурочках, резиночках. Ты бы во всём этом задохнулся, Вася. А она дышит. Причём как? Посмотри, посмотри. Слева, видишь? Грудь поднялась, опустилась, опять поднялась. Что делает, а? Просто она так дышит. А у тебя, Вася, дыхание перехватывает. Хотя твоё грудь ничего не стесняет. Глянь на её лицо, Вася, правей. Ну как? Это ты побрился и король, а не побрился тоже король, только небритый. А у неё посмотри. Да не показывай ты пальцем. Достаточно того, что я газеты показываю. Видишь? Крем, тени, тушь, помада, румяна, тон. И всё так положено, что фиг догадаешься, где кончается лицо и начинается косметика. Ты никогда не красишь глаза, Вася. Да они у тебя и так красные. А она каждый день глазки себе рисует. Её глаз – произведение искусства. Глаз женщины. Это надо видеть, Вася, если она тебя в него пустит. Смотри, смотри, какая пошла. Не та вот эта ещё лучше. Ну как тебе моя? Кажется, утром так и скочила с постели. Румяная, глаз под аккуратно растрёпанной чёлкой горит. Кажется, всё у неё хорошо. Спрятала неприятности под румяна. Обиду по скулам вверх в стороны развела. Слёзы назад тянула, и взгляд получается влажный. Вася, я от них балдею. Ты посмотри, пуговка у неё на блудочке вроде бы расстегнулась. У тебя расстегнулась, оторвалась. Это небрежность, Вася. А у неё на одну пуговку не застёгнуто. Тут точный расчёт, здесь тайный умысел. А представь, сколько на всё это надо бы на времени. И где же его взять? Ведь в остальном у нас все полы равны. Материальные ценности они создают наравне. Вот этим вот пальчиком с гладеньким ноготком. А в свободное время рожают в основном они, Вася. Я узнавал, они. И кормят нас они. И Софья Ковалевская при всём том была женщиной. Когда успевают. Да, зато им бриться не надо. Это ты прав. Это они себе выбили. Ну а кто ещё станет слушать нас, почему мы не стали кем могли, а стали кем стали. И кто виноват. Всю эту ежевечернюю фигню слушают они. Одной рукой стирая наши рубашки, второй стругая картошку, третьей рукой воспитывая наших бездарных детей. А после всего кремом почистив зубы, а пастой покрыв лицо падают в постель, где с просонья все бормочут одно. Гражданин, вы тут не стояли. Вот так годами терпят нас. И живут рядом с нами. Так ни разу толком и не изменив, храня верность, чёрт знает кому. И при этом ещё норовят одеться по моде. Да. Ты знаешь, что такое модно, Вась? Когда надеты оба носка, причём одного цвета. Сильно сказано. А у них журнальчики, выкройки. Ночами чего-то шьют, плетут, вяжут. Либо пытаются подогнать фигуру по то, что где-то достали. А для чего же они так страдают? Что же им надо? А надо им всем одного. Семьи, гнёдышко, плеча сильного рядом. А это возможно только при наличии мужичка. Так выпьешь же за их светлую мечту. За тебя, Вася. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова